Приехал в другой район, причем Приморский район приехал. Приморский район, у нас Приморский край, а здесь Приморский район. Вот супермаркет Перекресток, посмотрим Щербаково, Приморский район. Будем смотреть этот тухло, притон возможно, возможно нет. Так, магазин Перекресток, говорят супермаркет. Здесь находятся супер цены, сегодня с Ромашкой, с командой активистов, посмотрим, что у нас здесь сегодня, чем торгуют. Несутся инструкторы, инструкторы по плаванию, оп, оп, вот что-то заблудилось. Нужно банки, если на полку запрещены фотографии, потому что это уже нарушение. Вот Ромашка, она опытным взглядом сразу, раз-раз, то ли дело я копошусь над баночкой. Вот Алексей Дрыгин, учись, как смотреть по-быстрому, а не как ты разглядываешь там. Каждую баночку общупиваешь, обнюхиваешь. Он упалит, да? Да, да, общупывает, обнюхивает, там, облизывает, я не знаю, что там там. Ромашка так любит сыр, так обожает его, и такими прям кусками, вот, прям кусками. В 18-е, да, мой в 18-е? Да, 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 молодой человек, какой-то растрепанный. А, он, да. Местный какой-то, наверное. А, может, и не местный. Да. Что ж такое у нас? Ты, наверное, объешься, что-то. В 15-е, по их внутреннему регламенту 5 суток, то есть до 20-х шла, по их. Но мы же следом с Анфином, поэтому у нас все куплено. Упаковано 14-й, 6-й, 21-й год. 20-й год? По регламенту... 21-й, мне кажется, 20-й год. По регламенту внутреннему, это 5 суток, то есть до 19-х шла. То есть у них и так он просрок сдох, и еще и по Санкт-Петербургски норма для нас... А что тут опрет, опрет, я зашел, уже сыром пахнет. С сыром правда. Покупать будем, как что? А, ну хорошо, покупать. Ничего страшного. А, ну как, все звучит. А, ну как, все звучит. А, ну как, все звучит. Просто я вот свою смажу, а там проспочка есть? У нас нет просночки девушки. Я вас прекрасно знаю, вы когда закончите, звоните. Нет, вы не знаете. А дайте телефон оставьте, куда позвоните. Согласна. Да, конечно, это нарезка, наверное, она не 12-й шла. Сегодня не 19-й шла. Это свеже, тогда я могу купить его. То есть на кафе, тогда на проспочке. Пробиваете, это просто. Пробьют? Это нормально свеже, я не отравлюсь? Пробью, я не отравлюсь. Нет, нормально, да? Выживем, выживем. А это все, да? Да. А я же поусвоили здесь. Я так думаю, это начало сначала, вот по витрине. Просто они отплутили, что у них без свежих товаров. Я надеюсь, котлеты сюда не будешь кидать. Я надеюсь, что котлеты сюда не будешь кидать. Таможенные союза, 02-2011 год, 4.1. Отсутствие что? Срок годности. Годен до какого? Упакованное изготовлено, все. Ну, бессрочно. Бессрочно. Типа, она говорила, что у них это свеж. А вот здесь вот нет. Калбасу это взяли. Нарезали просрочку. Посчитали, что для потребителя, да? Хотя 18-й, типа, ой, 18-й точка 5 и 13-й точка 5 потребитель не важна. Энки думают, да ладно, пускай, как всегда, так все едят. Ромашка, ну что, ну жирите свиньи, что вы, жирите свиньи, что вы, свиньи, что вы, свиньи, что вы, свиньи, а свиньи все едят обычно, как говорится. Ой, я спасла, это все. О, не, ну, конечно, потому что, я знаю, столько денег, наверное, нет. А что там? Не видишь свет? А, ну, там просто больше укропа добавили. А, нет, знаковая. Не, ну, укропа больше добавили. Именно в эту бутылку. Вот, даже здесь. Давай сейчас посмотрим. Это неправильно хранение и неправильно транспортировка товара. Станина, блин, не успел прочитать, так быстро пронеслась. У меня аж ветром завернуло. Так, ну что я и хочу сказать, что вкусностей очень много. Вот, стирлиц, все, вот, отход произошла. Так, ровно, через полторы минуты каждый раз проходится. Нормально. У них промежуток полторы минуты. Да, 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 надо подвинуть поближе, потому что возможно в том, что они могут подкинуть еще про срока сюда незаметно. Смотри, февраль. Февраль? А здесь четвертый месяц. Ну, там мух больше, там меньше, да и все, что. Ну, здесь больше мухи сидели, здесь меньше сидели. Что-то, непонятно. Да, ничего. Кто? Она либо вскрыта, вот, видишь? А, вскрыта, вот она. Да, видно. Продавили ее, продавили. Вакуум, да? Да, вот упаковина под вакуум. Вакуум я здесь не вижу. Опять ногтями прокололол. У нас как-то в рейд был, нам сказали, что мы ручки прокололи. Мы с тобой ручки носим. Все. Это не наша корзина, да? По-моему, мы просрочку все набирали. Есть. Это просрочка. Это просрочка. Здесь все поделитесь на воду. Будем до 30-го, 5-го, 21-го года. Третья, четвертая, пятая. Нормально? У меня лучше. У меня ходит до 4-го апреля, 21-го. Браво, браво, браво. Панца тоже. 30-ая, 5-ая, 21-го. Она, по-моему, вся вздувшая уже. Она вздувшая. Изготовлена 28-го, 11-го, 20-го, до 30-го, 5-го, 21-го. О! Да, смотрите, ребята. Булка из будущего. Наконец-то я попал в будущее. А это просрочено? Это все просрочено. Это просрочено. Это из будущего. А это люди. Теперь она что-то забирали. Нет, вот эти ножки только. Да. С Владивостока прибежали. По-любому. Мы не будем снимать, мы просто попросим вас снять самим. И съесть заодно. Если бы ховер реально знал, что он сделал это сегодня, он бы мне показал бы тебя же на жена. А показал бы пачку, тыкнул бы, смотри. Просрочки, вот целая корзина. Хочу прокомментировать, что, ну, видать, программа обучения проходит всегда в хорошем ракурсе, по крайней мере, подходит с конфликтной ситуацией. Ну, мы еще не подходили к кассе. Куры, с нами! Идем с нами. У кого есть ноги, идем с нами. Куры, с нами! Мы вам сказали с нами идти. Куры, вы с нами идете или нет? Последний раз спрашиваю. Идете или нет? Все равно просроченные. Так, вот встречка идет. Светофоров. Тут светофор поставили, что ли здесь будем? Что, нам эксклюзивную кассу откроют? Нет, конечно. Так, что, наверное, другую кассу, наверное, занят? Что-то мы в одной кассе... Да надо, да, нужно вот такую по кассе в кассе. Да. Алло? Сейчас видите, что ли? Да, уважаемый покупатель, приносим вам свои извинения за доставленные неудобства. Магазин готов оформить вам полный возврат всего товара с истёжных тропот годности, а также компенсировать... Давайте... Моральный ущерб в размере миллиона рублей, да? По программе, короче. Миллион рублей в размещении есть, нет? Нет? Нет. Нет. Нали забыли, да? Нали забыли. И цифры вообще забыли. Цифры вообще забыли, даже написали. А кто писал? Где-то писала. А это не цифры, Вику? А это номер телефона, наверное. Это мой номер телефона. Я думаю, это цифры. Как он будет продавать мне некрасный товар? Как он будет нарушать дичьёвку? Всё, да. Так, уйдет процесс затоваривания. Марьяна... Тё. Сейчас все продают. Марьяна, Тё. Куда? Не имеете права меня снимать. Куда убрать камеру? Скажите, куда её убрать? У меня карманы все заняты. Вы ребусы катаете или продаёте? Там ничего такого не написано. А, Ромашка, они, наверное, пазлы собирают. Может, кроссворд гадают. Кроссворд гадают. По холодной литература. То есть, 12 часов поездки на дне. Да? Да. Всё? А вы их продеваете? Не стекнулось? Нет. Не видишь? Нет. Не ходите? Не можем. Да, мы там две бутылочки взяли. Они почему-то один разным цветом. А, там горчица, здесь нет горчицы. А, там горчица нету. Он зелёный там, а куда зелёный не положили, да? Там мух больше, там меньше. Всё. Если сроки нормальные, то не знаю, маркер. Да, нормально. Мы не вняли. Мы не вняли. Мы не вняли. Мы не вняли. Ой, девушка далеко будет, долго будет. Меняйте геолокацию. Меняйте геолокацию. Перемещайтесь. Работает касса? Да, я буду на даче закупаться, раз они не хотят. Этот товар может быть свежий товар будет. Сейчас к этому товару я хочу взять свежую фантом или срать. Ты молодец, ты прям вот вычисляешь. Даже у соседей берёшь. А то кличком как воняет, а? Опять дошло, пахнуло оттуда. От кур, наверное. Куры, наверное, подошли, наверное. Обтовики. Обтовики. Ну, запить, конечно, надо. Запьём. Мне вам сходить. Точно. Как управлять свободный. Они в этом случае кто-нибудь найдут, но если вдруг найдут, то я отдельно пососчик пробивать не буду. Я хочу и это, и это. Всё вместе. Ещё, ещё, как генеральный директор сюда бы позвали, он тоже помог бы. Не, лучше издачник вам. Да нет, на самом деле кличках уже с ним. Нету? Почему воняет? Видимо, у вас что-то с обонянием. У меня с обонянием? Ну, значит, я не больной получается. Раз запахи чувствую. Да. Настя. Вот, посмотрите на вот эти все бесстыжие лица. Вот чё. Команда-то на... Чё, уже увольняют, наверное, вас, да? Нет. Нет? Да как же вас, наверное... Вас, наверное, невозможно даже, наверное, уволить, наверное. Кто же будет такое говно продавать-то, ё-моё? Вот на таких у нас продавцах и Россия держится. Вот так, а потом говорят, кого? Потом Путин, говорит, виноват. Путин виноват. Про срок Путин продаёт же. Я не виноват. Вот люди эти продают про срок. Вот они здесь живые. А мы всё кино смотрим. Кормят нас первым каналом, ещё каналами, что власть виновата. Конечно, чё ж. Я думаю, что с самих себя нужно начинать, а не власть критиковать. У меня превышает количество. Да, власть не будет. А власть не будет. Слушайте, ну, программу сделала не я. То есть определённая колёска. Вот, пожалуйста, снимайте, смотрите. Программа не отдаёт больших работ. Ну, да для вас же удобство сделано, а мы тут при чём? Обычно превышено количество строк в чейки. Закрыть пучки. Снимать? Снимать? На что? Подойдите, посмотри. Снимайте, как его снимать надо? Ну, вы же видео снимаете. Вот снимите надпись на экране. На видео снимаете. Необходимо закрыть чек и оплатить товар. Вы отказываете с оплатой? Да. Я хочу не оплатить. У вас свои правила, а мы покупатели простые. Чё, простые. Я хочу один раз писать, да. Тут ещё вам корзины тоже в один чек можно. Конечно. Да, всё в один чек. Да, всё в один чек. Всё, отказывают что ли, не помню. Не знаю. Да я прекрасно зашла, один раз купила на целый год и всё. И ничего, всё, каждый день ходить они там. Грузчик подошёл, грузчик подошёл. Как звать вас? Чёп. Чёп? А что такое Чёп? Чёп, Чёп, это Евгений. Не вижу у вас как, Евгений Геннадьевич. Что самое здесь интересное, что он охранит, он самый адекватный. Но вы далеко не убежите в этих тапочках и не догоните. Да, да. Не догоните. Если мы сейчас с этим товаром вдруг подумают, что мы куда-нибудь дёрнем, вы не добежите в тапочках. А он не убежит. Не убежит? Уверены? Попробуйся. Хочу пробовать. У тебя уже пробовал два раза, троих родили. Чё пробовать? Ну, сразу спрашиваем. Так, да. Милиция догонит. Догонят, милиция? Милиция догонит? А на Белоруси ещё говорят. В Белоруси не только пока приедет, пока приедет, пока доставит. Полиция уже перестраивать уже 9 лет или сколько прошло. А мы сейчас обычно писали, а они все, ну и палатные. Ну, я с нас не бегунки, потому что мы не убегаем от проблем, а решаем их. Могу поделить, чтобы не было, чтобы не было другого. Может, мы попали, чтобы не было. Я говорю, если у вас не получается, я могу пройти на другую цену. Вы оплатите вот этот чек. И продолжайте надевать следующий чек. Я ещё раз говорю, что проблема в том, что у меня большая комиссия по моей базе, и я очень хочу прям сразу купить всё в один чек. Я не хочу... У нас в Киеве можно купить всё в один чек. Я говорю, если у вас здесь не получается, я могу пройти на другую цену. Может быть, это будет то же самое. Может быть, у неё получится. Давайте попробуем. Нет, пробовать мы не можем. Не будем? У нас везде стоит одна программа. Там на ту же цену. Но я же не знаю, может быть, у неё получится. Может быть, она как-то опыт не все это набивает. У нас только сыр опыт. Почему в других, думаете? Просто, к примеру, им продали товар некачественный, а вот девушка неопытная не могла продать, не выполнила свои обязанности. Так может, если кто подойти? Столько много продуктов берём. Такую прибыль в магазин и делаем. Не знаю, где мне не берут. Не знаю, я бы второго кассира, третьего поставил. А подходите, подходите. Утора метра отойдите. Полтора? Куда? А Ленечка, если вас замерить? Или рулетка там. Не снимайте, пожалуйста. Не рулите. Я вас не снимаю, вы не в моём вкусе. Вы не в моём вкусе. Это телефон. Это не камера. Это телефон. Я видеофиксацию веду, к вашему удивлению. А что вы мне командуете, что делать? Я сам разберусь, что мне делать. Я вам сказал, уже ответил на ваш вопрос. Не говорите мне, что делать. Я вас не пошлю туда, куда я захочу. И всё. Что, вот как вот везде хотят указывать, что кому что делать. Это не снимай, это не делай. Туда не ходи. Там не покупай, там не продают. Ну как так? Ты что, ты что у нас стоишь? Ну-ка, отойди быстро. Ёшкинка. Ты что, что-то дай. Не, ну я уже начал чесаться. Я уже начал чесаться. Я не знаю. Что-то я от кого-то... От кого-то чесотку подхватил. Где-то, что-то где-то я постоял близко. Не знаю, кому что-то подышал, ну что-то кто-то плюнул там. Кто-то подержался у меня там сзади. Я могу много. Понюхал, да. Да давай ещё подкинем. Разгерметизация. Можно подкинуть женщины туда тоже? Я здоров 36,6, а? У них градусники-то висят что ли? Ромашка у них градусники-то висят или? Это градусники? Да, я думаю, да. Они если не ввечет, у них красный, понесла, по-моему, они ждёт. А если они спокойно, они зелёненькие, как ручки. Вот женщину надо повешать в градусник, чтобы она это вот... Не знаю. Идите себя, пожалуйста, прилично. Вы не знаете, я не разговариваю. Вы консультируете меня? Ведите себя прилично. Хорошо, я вас услышал. Бегите, да, бегите, введите. Давайте признание. Я не буду бить на 14 тысяч, как там. Я пробью то, что мне нужно. В принципе, там мне тоже зло. Но всё, договорились? Договорились. Это в курсе у нас на набережной. Я ситуацию расскажу. У нас на набережной продают сахарную вату. Я раньше думал, как же её в пакет засовывают и надувают. Представляешь, вот стоит армяне, ну это обычная Армяне, грузин так делают. Он берёт прям в том, так... Эту вату она даёт, нечего она чихает при этом. Я говорю, это всё на набережной происходит. И кому не показывал, вату переставали есть. И до сих пор он торгует. Он уже там сколько лет стоит, и он до сих пор вату и надувает. И даже в коронавирус. Я закончила. Только вот без этого я... Ну это на пассажок, как говорится, да? Пассажок. Что там тоже касса сломалась от переизбытка денег. А вон там пассаж есть, нужно будет готовить. А, там касса... Мы скоро придём. Да, да, да. Знакомый лицо. А, это, короче, сломалось, да? А ту подлечили. Блин, оговорили, что у них температура нормальная. Мне кажется, у неё покраснел бейджик. Всё, сломалась касса. Девушка покинула нас. Ну, что поделать тогда? Бывает. О, мне кажется, единственная свободная касса осталась. Это не сейчас в течение 10 минут мне сделают обрадение 6 лет. Я буду учитывать, что это только один мужчина. Мужчина. Я буду заняться на горячую линию. Ну, я думаю, что уже надо звонить, потому что... Я думаю, что уже надо звонить, теребить, потому что время идёт. Ну, может, Светлана будет дисциплинированной. Когда люди покупают в огромное количество, в нормальных странах, в нормальных государствах, всё это, наоборот, приветствуется. А у нас, наоборот, рассматривают. Человек пришёл целой корзиной и начинает рассматривать, время ему тянуть. Потому что это человеческий фактор. Я не хочу продавать вам плохой товар. А он же лежит же там. Поэтому я рассматриваю обязательно сроки, я не хочу продавать покупателю просроченный товар. И не хочу, чтобы меня снимали. Да, не выдавала. Да вы тоже не в моём вкусе. Что вы на меня так само прямо это самое? Я вас не оскорбляю. А чем я оскорбляю, что вы не в моём вкусе, что ли? Да, вы тоже не в моём вкусе. Дома тогда, вы в общественном месте, и тем более на рабочем месте. Я вас доброго слова не жду. Какие добрые слова? Я и плохого ничего не говорю. Просто я говорю, ваши. Вы же сказали, что уже оскорбили меня. Вы там у кассира оскорбали. Чем то, что вы про срок продаёте, что ли? Нет, я слушала, как вы оскорбляли на четвёртый кайфер. А можно какие-то слова, как он и наставлял? Ну, слова, как дура, каза, демет. Это называется моральное давление, оказывается. То есть, вот, такие вот слова были. Какие? Слова были. Примерно, какие? Какие? Нехорошие слова. Ну, какие именно? Да, мы становимся на нехороших. Вот, есть, смотрите, вот разные слова. Есть матершины слова, а есть плохие слова. Вот какие словами? Он, скажите, а вы имеете право пояснять фамилию, имя человека и как-то вот... Это оскорбление? И как-то вот... Вы смотрите, товарищ продавец, как вас зовут? Светлана. Светлана, очень приятно. У меня тут ромашка. Как вас зовут? Ромашка. Ромашка. Да. Ну, я так называю. Ромашка. Можно, да. Можно, не очень, девочка. Я как-то оскорбила вас? Вы, нет. Ну, вот он так спросил. А он как спросил? Что еще, Санька? Да, там что-нибудь такое? Или, мам? Светлана, ты не оскорбил? Ну, вот, оскорбление. Так мы будем выяснить, как он вас оскорбил? Какие слова плохие звучали с его устой? Потому что есть такая статья, 36-я, по-моему, да? Завидовалось, если чуть-чуть кому-то, виднее показали. Клевета. Клевета. Вот мы хотим. Если он оскорбил, вы пишите заявление. Если нет, то... Хочу мне писать? Да. За клевету. Во-первых, я сниматься на вашу камеру очень сильно не расскажу. Я расскажу. Смотрите, ну, я считаю, что... Смотрите. Не блещет, не блещет я безграмотностью своей. Мы в личном, в личном, в общем, на месте. Правильно? Это же общественное место, не частной территории, правильно? Да, можно приходить, совершать попытки, не блещите безграмотностью своей. Так вот, блещет безграмотность. Вы мне говорите, что я вас оскорбил. Я вам говорю, что я вас сейчас заявление у нас начну на то, что вы меня... Вы окатите моральное давление. Вы должны здесь удачить. Сидите дома. Вы, что, сколько? Разные люди бывают. Вот, здесь сотрудники охраны есть. Пусть привлекают. Только момент в том, что я это не буду. Покупать здесь, спайк, вот в чем проблема. Ну, пусть работает. Я могу вызвать вам директора магазина, и он решит этот вопрос. Я же говорю, я хочу... У меня другая сумма возвратного чека. Вы мне даете гораздо меньше. У вас чек на тысячи? У меня же на третий. Один тысяча девицу или наносто шесть. И тут что-то чек рублей. Сейчас, подождем. По каким ценам вы купили, по каким вам... Посмотрим, сколько вы оплатили. Так, минуточку, минуточку. Нет. Не больше должна отдать. Смотрите, у вас в чеке через кассовый чек вышла одна сумма. Возвратную сумму. То есть те деньги, которые вы ей не вернули, вы присылаете себе? Обогащение... Обогащение за счет покупателя? Или что? Какое обогащение? Покупатель... Нет, не обогащение. Я их не обогащаю. Я говорю, обогащение. Вы задавали, за сколько вы оплатили, мы столько и обогащение. То, что возвратный чек у вас приходит, точнее, выходит. Вы должны покупать, за счет до копейки 57 рублей вернуть. Иначе это будет как воровство. Перечитывайте свои карты, у вас там плюсовые деньги. Воровство в счет магазина вашего. Это называется... Обогащение за счет покупателя. Зам. директора. Какую сумму вы получаете у вас по кассе? Она платила через экспресс-скан. У нее сумма выходит... Это она платила 1966. Еще раз говорю, у нее сумма выходит, потому что она пользовалась там своей картой бонусной, своей. Не перекрестовской, а своей личной картой. У нее есть карта, и у нее списываются бонусы. Поэтому сумма меньше. То, что у вас по счету выходит, товар вы просканировали полностью, и все. Вы должны полностью товар вернуть. Иначе это будет уже как мошеннические действия. Перечитывайте, что у вас здесь плюсы и деньги на тупую, как раз, что они не дадали. Нет, вы как местный сков, а мы если к нашем, то это будет как мошеннические действия. Вот тут вот магазин на всем и зарабатывает. Конечно. А мы-то думаем, они за количество товаров проданного бабки имеют. Они окажется... Вот разница. Разница туда, разница сюда. Что-то? Нельзя там делать. Что ж так, именно? В общем-то так. Везде обман, а? Банка мятая. Смотрите, герметичность нарушена. Нет, она внутри меняется. У него идет окисление продукта. Я просто говорю... Нет, нет, нет. Нет, нет. Я еще и говорю, статья 5, это 15. Вы ее ограничили? Она ее пробила, потому что на сроки смотрит. Она просто помята, она не на... Я так же показывал ее упаковку. Это вот по требу, 500 грешков на ее упаковке. Да. Я называю «бой» на тех же покупателей. Я на этом тоже на горшке сидел, поверьте мне. Я тоже. Сидел. Она укислая, внутри. Можно попробовать, я могу платить? Она укислая идет сразу. А какой номер закона назовите? Куда побежал? Грузоперевозками заниматься? Да ладно, пора что-то приставить. Советский Союз у нас закончился, во-первых, да. Если кто-то вызвал полицию, это не значит, что другой лицо виновны.